Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. И сосредоточимся на московском Локомотиве. Там сейчас появился новый тренер Николич и, конечно же, он, как и любой уважающий себя наставник, хочет серьезного усиления в своем новом коллективе. Ну и, разумеется, на фоне этого появилось множество слухов и сообщений о том, что Локомотив хочет подписать то одного, то другого футболиста. Ну и сейчас мы сосредоточимся на самом любопытном слухе о том, что Локомотив может подписать Амина Юнесса, экс-футболиста сборной Германии и ныне атакующего хавбека Наполи. Давайте разберемся, насколько возможен этот переход и сможет ли этот футболист усилить Локомотив. Итак, если кто вдруг не знает, кто такой Амин Юнесс, давайте коротенько сейчас расскажем. Это футболист, который в свое время считался мегаперспективным, мегаталантливым. В составе Аякса он был одной из главных звезд и тогда считалось, что он наравне с другими перспективными ребятами, вроде Де Лихта, Де Йонга и того же самого Зиеша, в будущем станет настоящей суперзвездой мирового футбола. Более того, хотелось бы отметить, что этот игрок Юнесс вызывался в состав сборной Германии, вот так вот на секундочку, и провел даже в составе Бундестим пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. Ну и плюс к этому, под руководством Юахима Лева он выиграл Кубок Конфедерации. Короче говоря, ожидания от футболиста были просто огромные. Но дальше как-то его карьера застоялась, не было развития, он перешел в Наполе, перешел кровенно неудачно, было много травм, и вот сейчас ему уже 26 лет, и всем становится понятно, что суперзвездой он так и не станет. И разумеется, в этих условиях появляется все больше слухов о том, что он может перейти в другую команду, потому что в Наполе он играет очень мало. В текущем сезоне в его активе всего 148 игровых минут. Короче говоря, сбитый летчик, который когда-то считался мегаперспективным футболистом. И как здесь не вспомнить, что это как раз подходящий клиент для Локомотива. Вспомните, сколько подобных историй было уже в Локомотиве, когда сюда приходил Криховьяк, Херидес, тот же самый Фарфан. Они были на тот момент игроками, которые явно идут на спад. Но после того, как они попадали в состав Локомотива, здесь у них все начинало выправляться. И они потихонечку превращались в настоящих звезд российской премьер-лиги. Да, разумеется, наш чемпионат, он не такой серьезный, как, например, французская лига, где ранее выступал Криховьяк. Он не такой сложный, как та же самая серия А и чемпионат Германии, где ранее выступал Херидес. И отчасти понятно, что эти футболисты, оказавшись в нашем чемпионате, в Локомотиве смогли показать себя достойно. Это во многом связано с тем, что наша лига не такая сложная, как их предыдущие состязания. Но все равно было показательно, что Локомотив умеет возрождать карьеры. И вот, пожалуйста, еще один кандидат на эту роль. Еще один сбитый летчик, который может залететь в Локомотив. Давайте разберемся, чем он полезен, сможет ли он усилить Лока и какие качества могут реально пригодиться красно-зеленым. Итак, первый момент важнейший. Это то, что Амин Юнес, скорее всего, перейдет за относительно небольшие деньги. Нужно понимать, что Неаполю он достался бесплатно. Поэтому здесь перед командой не будет стоять задачи отбить те деньги, которые вложены в футболиста. Ведь он перешел свободным агентом. При этом, хоть он и достался бесплатно, он уносит очень серьезные деньги из бюджета каждый год. Потому что для того, чтобы заманить его свободным агентом, нужно было предложить серьезную зарплату. И сейчас Юнес один из самых высокооплачиваемых футболистов Наполи. Учитывая то, что он сейчас почти не играет, повторяю, 148 минут за весь сезон он всего лишь провел, это становится настоящим мертвым грузом для коллектива. То есть футболист сидит на скамейке, не выходит на поле и просто, получается, прожирает местный бюджет. Поэтому здесь, чем быстрее Наполи избавится от игрока, тем лучше. Не придется ему дальше платить вот эту огромную зарплату. Поэтому сейчас Наполи будет заинтересован в продаже этого футболиста. К тому же мы должны понимать, что Юнес последние два года в основном сидит на скамейке либо травмирован. Это, конечно, скажется на его ценнике. Разумеется, нужно учитывать и коронавирус, после которого все суммы трансферные тоже пойдут вниз. Поэтому здесь Юнес можно купить за 4-5 миллионов, где-нибудь так. Трансфермаркт сейчас обозначает цену этого футболиста в 6 миллионов. Но я предполагаю, что локомотив может поторговаться и на меньшую сумму. То есть можно получить отличного игрока с огромными талантами за копеечные деньги. А сможет ли он раскрыться в локомотиве? Но если брать, например, голландский чемпионат, он там по-настоящему блистал в Аяксе. В сезоне 2016-2017 года у него было 48 матчей, 7 голов, 13 голевых передач. Очень хорошие цифры. И учитывая то, что Российская лига по уровню примерно соизмеримо с голландским чемпионатом, здесь, перейдя в Россию из Италии, Юнес тоже может раскрыться на подобном уровне. Ведь у нас и сопротивление не такое серьезное, как в Италии. У нас и команды не такие организованные, как в серии. А поэтому Юнесу, как атакующему хавбеку, будет, конечно, легче в России прорывать оборону соперника. Плюс к этому хотелось бы отметить, что при всех своих проблемах и неприятностях, и травмах, если брать, например, прошлый сезон, то Юнес и там показал выдающийся футбол на отдельно взятом участке сезона. В конце чемпионата Италии прошлого он в 10 турах забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. По-моему, очень мощные цифры. И даже в составе Наполя в итальянской серии А он периодически показывал свой хороший уровень. Но, к сожалению, на весь сезон просто не хватало ни физухи, ни здоровья, поэтому и не получалось стабильно выступать на высоком классе. В России, учитывая, что у нас чемпионат не такой сложный, Юнес может стабильно показывать футбол высокого уровня. Поэтому здесь есть надежда на то, что он проявит себя как следует. Важным нюансом является то, что Юнесу 26 лет. То есть сейчас он подходит к пику своих физических возможностей, к пику карьеры. Это не фарфан, который пришел в локомотив уже за тридцатник. Здесь у Юнеса есть определенные перспективы на будущее. И если вдруг локомотив сможет купить Амина и раскрыть его по-новому, дать ему второй шанс возродить его карьеру, то в дальнейшем его еще и можно выгодно продать в какую-нибудь команду. То есть это не только классный игрок, но и выгодный трансферный актив. Из других нюансов хотелось бы отметить, что в плане игровой механики он хорош и умением идти в обводку. Футболист невероятно техничный. В лучшем сезоне своем он делал по 3,4 обводки за встречу. Цифры потрясающие. И при этом он не жадный. Он может отдавать обострящие передачи. И опять же, если берем лучший его сезон, то там была 1,8 ключевой передачи за встречу. И тот и другой показатель впечатляют. И разумеется, как я уже отметил, это были лучшие сезоны. Другие чемпионаты он проводил не на таком уровне. Но если Локомотив сможет выжать из него максимум и должным образом встроить его в игру команды, то он, конечно, может принести очень много пользы. Плюс к этому ЮНЕС, футболист достаточно опытный. Ему 26 лет, но он уже прошел огонь в воду и медные трубы. Выступление в сборной на Кубке Конфедерации победном. Выступление в Еврокубках. 34 матча в разных европейских турнирах. Что очень важно для Локомотива, как для команды, которая борется за попадание в Лигу Чемпионов, Лигу Европы и так далее. Вот такой вот опытный еврокубковый боец. Поэтому хотелось бы отметить, что ЮНЕС, хоть и невысокий футболист, но очень коренастый и крепкий. 168 сантиметров роста, 67 килограмм веса. То есть сочетание роста и веса очень такое плотное. И учитывая, что наш чемпионат считается достаточно силовым, здесь ЮНЕС, скорее всего, не затеряется. Кстати, что важно для Локомотива, как для команды, которая все-таки любит работать прагматично и осторожно зачастую. ЮНЕС футболист очень полезный в плане отбора, в плане перехватов и в плане вообще участия в защитной работе. Хоть он и является атакующим хавбеком, он в среднем по карьере выполняет один отбор за матч, в среднем по ходу всего своего футбольного пути. И плюс к этому 0,4 перехвата. Очень хорошие цифры для атакующего полузащитника. И в общем и целом получается разноплановый, интересный игрок, при этом, конечно же, со своими минусами, о которых мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас же ближе к Локомотиву. Какой смысл подписывать ЮНЕС? Здесь может быть несколько причин. Первое, это то, что Алексей Миранчук, а возможно и его брат, действительно близки к уходу из Локомотива. И таким образом, места в стартовом составе потихонечку будут освобождаться, в том числе под ЮНЕС. И игрока, который способен действовать и слева, и справа, и под нападением. То есть атакующего универсала. Второй момент, это то, что команде нужна ротация. В том числе для того, чтобы успешно проходить те моменты сезона, когда нужно бороться на несколько фронтов. Я напомню, каждый раз, когда Локомотив начинает выступление в Лиге Чемпионов, начинаются травмы, команде не хватает резерва, не хватает скамейки. И, конечно же, в этих условиях нужно как-то обогащать свой коллектив. Поэтому здесь ЮНЕС может быть очень своевременным подписанием. Ну и в общем и целом, конечно, игрок интересный, но теперь переходим к минусам. Первый из которых, то, что он очень травматичен. Особенно за последнее время. По полсезона может пропустить запросто. И в этих условиях, конечно же, Локомотив вновь рискует. Однажды им, скажем так, повезло, когда они подписали травматичного Фарфана, и он успел выдать парочку хороших сезонов до того, как снова начал ломаться. Не исключено, что с ЮНЕСом тоже повезет. Но ведь может и не повезти, и тогда Локомотив возьмет себе дорогостоящего футболиста с серьезной зарплатой, я в первую очередь говорю о его зарплате, который будет вечно лежать в лазарете, и будет мертвым грузом теперь же для бюджета Локомотива. Еще один нюанс. Это то, что он с каким-то скепсисом относится к российскому футболу. ЮНЕСа ведь и раньше связывали возможным переходом с российскими командами. С Синитом, с Краснодаром. Но вот как-то он сюда не шел. Видимо, считал, что это недостаточно круто для такого выдающегося футболиста. И только сейчас, после неудачного сезона в Наполе, он решил, что можно соизволить и снизойти до российской премьер-лиги. А то ведь может вообще остаться без игры, в ближайшее время будет сидеть на скамейке. И как мне кажется, такое отношение к новому потенциальному чемпионату, к российской лиге, это скорее минус, чем плюс. С другой стороны, посмотрим. Может быть, ЮНЕС действительно окажется на две головы сильнее всех остальных. Но он точно не будет на две головы выше всех остальных, потому что игрок очень низкий. Как я уже отметил, 168 сантиметров, а поэтому ждать от него хорошей работы на втором этаже бессмысленно. В среднем он выигрывает одно верховое единоборство за 10 встреч. Поэтому для Локомотива, как для команды, которая периодически играет в достаточной силовой манере, он будет в каком-то смысле минусом. Еще один важный нюанс это то, что в последнее время он мало играет. И, конечно же, сейчас он немножко выпал из игрового тонуса. И есть у меня ощущение, что в оставшейся части чемпионата Италии он точно так же будет сидеть на скамейке. Таким образом, два года без постоянной игровой практики могут оказаться с серьезным ударом по его будущему, по его карьере. Поэтому здесь Локомотиву нужно будет как следует поработать с этим футболистом и как-то его в том числе психологически перезагрузить. Ну и, разумеется, важным нюансом является то, что он легионер. Здесь, конечно же, в Локомотиве есть определенные перспективы для того, чтобы расчистить место в составе под потенциального новичка. Но учитывая то, что сейчас Локомотив хочет подписать сразу нескольких зарубежных футболистов, возникает вопрос, а как вы их здесь вот уместите? Учитывая, что у нас ограничения всего 8 исполнителей зарубежных на состав, на заявку, на сезон. Вот в этом тоже серьезный вопрос. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok